Здравствуйте! Сегодня мы поговорим с Сергеем Бутером, лауреатом специального фонда президента Республики Беларусь, призером чемпионата России по аккордеону и баяну 2024, лауреатом международных конкурсов и представителем государственного учреждения культуры, Свислоческий районный центр культуры и народного творчества. Расскажите вообще о вашем творчестве, с чего все начиналось? Начиналось, как у всех, с музыкальной школы. Ну, я думаю, еще раньше, потому что у меня родители работали и работают по сей день в музыкальной школе. Музыка всегда была с самого детства. На каком музыкальном инструменте играют ваши родители? Играют на баяне, и мама, и папа. То есть у вас такая переемственность, правильно? Да, и все в семье с музыкальным образованием. У нас четверо в семье, и брат, и две сестры еще, также с музыкальным образованием. Брат, он работает в Гродненском государственном колледже. А что касается вас, вот, ну, как вообще пришла мысль о том, что вот вы хотите стать, как и ваши родители, как и ваш брат, пойти по тем же стопам? Ну, оно шло как-то все по течению. Еще были мысли спортом связать мысль. А с каким? Свою деятельность. Ну, по настольному теннису у меня неплохо получалось. К девятому классу подошло дело. Ну, когда думали, куда поступать. Там уже до этого, конечно, и уже были какие-то музыкальные достижения. Это победы на конкурсах, участие на концертах. И вот в 15 лет поступил в Минске с Дарсеном колледже искусства. Ну, вот, а вообще вам сложно давалось работать над собой, над инструментом, над тем, что вы вообще делаете сейчас? В любом деле есть свои какие-то сложности, которые надо уделять времени, надо их преодолевать, надо интересоваться, считать, слушать. Ну, что касается музыки, имею в виду, смотреть, потом также на практике это все закреплять. Ну, как в любом деле, надо относиться, скажем так, очень скрупулезно к своему делу, если ты хочешь чего-то добиться. Я думаю, что с музыкой всегда было все связано, потому что постоянно и концерты, и экзамены. И даже когда я еще в школе музыкальной не учился, всегда видел, как-то все происходит. То есть у меня большая градация, получается, по годам с братьями и сестрами не учились. Брат учился в Лицском колледже музыкальном, две сестры учились в Гродницком. Всегда музыка, то есть не было такого, что там вот школа-то школа, всегда она дома была, постоянно. Или концерты, какие-то мероприятия, торжества, всегда с музыкой. А помните ли вы свое первое выступление? Если да, то расскажите об этом. Первое выступление, ну, как это можно сказать, выступление, ну, это тоже, конечно, в какой-то степени выступление. Это, наверное, когда все собирались, там, какое-то мероприятие, думаю, было, не знаю, там, Новый год или что-то такое, там, в возрасте 4 года. Это всегда была демонстрация, что я там уже умею на синтезаторе играть. Ну, это же тоже, можно сказать, уже выступление. Ну, а так уже потом стали меня брать родители на какие-то общие мероприятия, которые проводились там в том же РДК или в музыкальной школе. Уже я был на сцене. Ну, потом постепенно пошло и пошло. А вот самое запоминающееся какое выступление? Потому что, видите ли, как я вас представила, у вас столько достижений, столько регалий. Я не могу прям одно какое-то выделить, потому что, например, в одном городе, например, ну, скажем так, в Гродно, это тоже, может быть, для себя запоминающийся концерт, например, там, выступали мы в колледже Гродненском, там, в Минске, в каких-то заведениях, соответственно, тоже запоминающийся, в Москве, где мы были, так, или там, в России. Везде впечатление своеобразное. Вы стали у нас лауреатом специального фонда президента Республики Беларусь. Расскажите именно о своих достижениях. Лауреатом специального фонда я стал в 2008 году в России. Это когда я еще учился в колледже искусств в Минском. Там стал лауреатом второй степени на конкурсе, который называется Кубок Белогоря, который в Белгороде проходит, международный конкурс. Вот там я первый раз стал лауреатом. Далее можно много перечислять конкурсов. Какие выступления повлияли на вашу деятельность и на ваше, наверное, ощущение, то, что вот вы еще можете еще покорять вершины? У исполнителя всегда, скажем так, должна быть сцена и публика. Вот это та подпитка, которая тебя, во-первых, стимулирует дальше развиваться. Ну и это какой-то, знаете, как есть там в любой профессии, что-то сделает человек. Или любитель, или профессионал, и он от этого получает, скажем так, зарядку какую-то. Так же и для артиста, который находится на сцене, когда он выступает на публике, не важно, на большой, на малой. Это своего рода такая подзарядка для... всегда должна быть, ну, постоянно. Еще за кадром говорили, что вы еще и преподаватель бывший, да, или теперешний тоже? Да, я работал, у меня опыт есть, достаточно большой, я думаю, в какой-то степени успешный. Да, работал преподавателем в Академии музыки. Кем вы работаете, что вы сейчас делаете? Работаю в Систском районном центре культуры и народного творчества. У нас концертная гастрольная деятельность, помимо Беларуси, вот и в России. Вот что касается, кстати, совершенно недавно было, да, шествия на ВДНХ, которые зафиксировали в Книгу рекордов России и рекордов мира, и участие в международном конкурсе «Виват Баян». Вы заняли второе место. В музыкальных кругах достаточно известный конкурс, он уже более 20 раз проходил в Самаре, а вот сейчас он проходил в этом году в Москве. Как такой серьезный международный конкурс проходит в разных категориях, это и классические, и варьете категория, и электронные инструменты, и вот категория «Баян Микс» есть. Вот основатель этого конкурса Сергей Войтынка, который участвует и участвовал в группе известного достаточно «Баян Микс». Заняли мы второе место. А вот мы – это кто? Мы, хотел сказать, я. Ну, также были представители из Беларуси, в других категориях также были места. Есть разные номинации, есть и ансамбли, есть и сольные, и категории тоже разные. Есть классическое направление, есть эстрадное направление, есть варьете направление, тоже касается более эстрадного плана. Вот вы заняли второе место. Есть ли какие-то категории, то есть какая-то номинация? В номинации «Баян Микс». Вообще всех участников было, если я не ошибаюсь, по-моему, 260 или 250 человек по всем, по разным номинациям. Что еще у вас в планах на будущее? Может, ближайшее будущее? Собираетесь, может, куда-то поехать? Впереди много фестивалей, которые будут в дальнейшем по республике и не только. То есть, ну, каждому надо по-своему готовиться. Например, даже когда сольный концерт играю, у меня может быть одно отделение классическое, а второе из эстрадного плана. Где-то там, может, с минусовками, где-то с ансамблями. Ну, чтобы это было сейчас такой фьюжн определенный. Сколько уходит времени, в принципе, на подготовку к концертам, конкурсам? У каждого человека это вообще по-разному. То есть, кому-то, может, час надо, кому-то надо, там, пять часов, шесть заниматься. Ну, у каждого это такой свой момент. А всегда, конечно, надо заниматься. Это большой труд. Многие, конечно, так думают, что, ой, там, или артист вышел, спел, или, там, не знаю, коллектив вышел, сыграл, или один человек вышел, сыграл, что это, ой, там, хорошо, весело или где-то немножко грустно, потому что такая мелодия. Но, вообще-то, это не только, это касается хореографии. Чтобы подготовиться и выйти на сцену даже пять минут, надо очень много времени, чтобы достойно выступить на сцене. Ну, вот, вы, как человек с таким уже большим стажем, что вы можете пожелать еще юным ребятам, которые только вступают на этот музыкальный путь? Я хочу дать напутствие. Тем более, сейчас такие возможности большие есть. Все метрономы, и подсказки есть, и материала много музыкального, и артистов есть, которые можно посмотреть. Не надо, как раньше было, тому, если у кого-то есть диск, компакт, так это компакт, это хорошо. Раньше еще кассета была. Потом только как люди вообще смотрели какое-то выступление и брали опыт. Просто когда живой концерт был, и все. Сейчас вообще возможно, чтобы стать, скажем так, очень достойным, концертирующим музыкантом, есть все для этого. Я хочу пожелать, чтобы молодое поколение пользовалось всем этим. Не так просто, как мы тикток листаем или там шорцы, а на самом деле что-то с каждого кусочка можно для себя взять. Мы хотим вас поблагодарить за то, что вы пообщались с нами. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok